Девушки отдыхают 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 но все же довольным, то вот на лицах многих омских баскетболистов по окончании матча были слезы. Лен, всего-навсего первый матч в чемпионате, не слишком ли много эмоций после поражения? Это же не финал плей-офф. Ну, эмоции все равно влюхлестываются, куда без них. Хотелось выиграть, игра в очко в очко, и поэтому как бы больше от себя требуешь, больше хочется проявить себя, поэтому эмоции отсюда. Немножко не получилось, не забили то, что должны были забить. Елена Ивановна уже успела сказать, в чем главные недочеты, какие основные коррективы перед завтрашним матчем будут? Она сказала, что завтра с нами все обсудят, пока все должны пересмотреть свою игру. Сказала, надо играть в командный баскетбол, а не где-то перетягивать на себя одеяло. Давай закончим на позитивной ноте. На мой взгляд, это самая красивая игровая форма, которая когда-либо была у нефтяночек. Согласна ли ты, и как тебе вообще она? Соглашусь, форма смотрится очень красиво и отличается от тех, что у нас было. По крайней мере, хорошо глаза бросаются. Да, все устраивает. Удачи вам завтра. Спасибо большое. Будем стараться. То, что из неудачи в первом матче наша команда сделала правильные выводы, стало очевидно уже по первым минутам повторной встречи. Нефтяночки выиграли первую четверть с преимуществом в 10 очков. После второго сета, амички увеличили этот отрыв до 13. Томские болельщики уже радостно потирали руки в предвкушении уверенной победы, но третья четверть вселила в их сердца тревогу. Подопечные Елены Лазуткиной проиграли ее в чистую. И перед стартом четвертой четверти вряд ли кто-то рискнул бы с уверенностью назвать победителя. И очень хорошо, что в четвертой четверти наши девушки не запаниковали, сумели собраться и дожали неуступчивую нику с преимуществом в 17 очков. Итоговый счет 85 на 68 в нашем курсе. Обычно третья четверть многим командам дается сложно. И порой бывает, что не поймешь кто хуже. Как говорится, игра была равна. Но мы сегодня, конечно, сдали третью четверть, ничего не скажешь. Главное, что потом набрали. Это уже как бы, что мы будем над этим потом работать. Естественно, нам потом укажут на ошибки и расскажут, как с этим бороться. Вот. Главное, выиграли четвертую четверть, реабилитировались. И на этом сегодня можно сказать, что мы молодцы. Удачи тебе в матчах против Видного. Спасибо большое. Будем стараться. О том, чем закончится противостояние «Нефтяника» и «Спарты-2» из «Видного», обязательно расскажем в следующей нашей программе. Омские дзюдейсты стали победителями и призерами чемпионата Европы. Слабослушающие спортсмены собрались в бельгийском «Брасате». Честь нашего региона защищали два борца – Максим Гусаков и Елизавета Трущенко. Максим сумел стать чемпионом Европы в дисциплине ката. А вот Елизавета завоевала серебро. Но зато дважды. Она одолила почти всех соперниц весовой категории 63 килограмма и заняла второе место в командных соревнованиях. На стадионе технических видов спорта «Амурский» разыграли кубок Омской области по автокроссу «Золотая осень». Участниками стартов стали спортсмены из Новокузнецка, Кемеровской области, Новосибирской и Омска. Медали оспаривали в трех дисциплинах. Лучшими в своих классах стали действующий чемпион России Александр Харченко, ветеран автоспорта Игорь Усов. А в гонках на ОАЗах не нашлось равных Григорию Калмогорову. Субтитры создавал DimaTorzok Июль 2019 года. Ярославская область. Старинный русский город Ростов-Великий. Именно здесь прошел чемпионат страны по не менее старинной игре – Лапте. Омская команда была среди главных фаворитов и она постаралась оправдать это звание. Еще на групповой стадии наши ребята оказались сильнее Тюменской области, Башкортостана и Эдмуртии. В полуфинале нам противостояла дружина Московской области и там получилась настоящая заруба. А мячи немного расслабились в начале второго периода, дали москвичам почувствовать игру, подступиться совсем близко, но... В итоге сибиряки победили. Со счетом 52 на 50. А в финале наша команда сломила сопротивление Ярославской области. 75 на 47. Конечно же, трибуны болели за хозяев. Это еще более усложнило нашим землякам задачу. Но зато и победа оказалась вдвойне более радостной. Вообще, просто сказать, что нынешний год стал очень успешным для сборной Омской области по русской лапте, значит не сказать практически ничего. Тут вполне уместны гораздо более восторженные эпитеты. Великолепно, грандиозно, феноменально. В июле наша команда в девятый раз выиграла чемпионат России, а в сентябре в пятый раз в своей истории стала обладателем Кубка страны. На этом турнире, прошедшем в Анапе, а мячи победили во всех семи проведенных матчах, причем каждый раз с разгромными счетами. Вот так встречали триумфаторов на перроне Омского вокзала. Ребята заслужили того, чтобы их назвали поименно. Итак, в нынешнем году оба национальных трофея выиграли. Иван Махт из Полтавского и Владимир Шарапов из Черлакского районов. А также сразу восемь оконечниковцев. Денис Симонцев, Евгений Михайлов, Геннадий Афанасьев, Сергей Кожухов, Василий Шейерман, Дмитрий Сербов, Максим Морозов и Александр Чабан. Конечно, в командных видах спорта проигрывает или же побеждает именно команда, а не один человек. Все это так. Но нельзя не признать особую роль в этих омских триумфах именно Александра Чабана. Судите сами, он и капитан, и играющий тренер омской сборной. Именно он подбирает состав сборной, составляет план для тренировок, готовит команду, придумывает тактику. А еще Александр возглавляет областную федерацию лапты. Пожалуй, никто так не ценит минуты, проведенные у домашнего очага, как те, кому часто приходится жить от него вдали. Как и у любого спортсмена, жизнь Александра Чабана зачастую связана с разъездом. Но где бы он ни был в тот или иной момент, центр его вселенной остается здесь, в уютной оконечниковской квартире, где его всегда любят и ждут. По семье я скучаю всегда, даже если выезжаю буквально на несколько часов на соревнования. Ну а когда выезжаю в дальние поездки, командировки, это, конечно, очень балансирует в первую очередь. А с другой стороны, радует, что в будущем я буду ездить на соревнования, дети со мной будут ездить. У нас семья большая, двое маленьких детей. Последние годы со мной сынок ездит на соревнования, в принципе, как бы он уже частью команды. Сын. Вот, частью команды. Я думаю, что скучать это нормально. Это обычная ситуация, когда в семье есть люди, которые тебя ждут и верят, что ты приедешь с победой. Конечно же, дома хранятся и завоеванные трофеи. Точнее, мало их честь. Один из кубков – это, получается, самый быстрый спринтер. Это моя награда, которую я заработал в поселке Боровском Тюменской области, в открытом кубке Тюменской области по Лапте. Скажу, что это один из дорогих мне кубков. Почему? Потому что такие соревнования – это, в первую очередь, гордость того, что мы пропагандируем не только на территории Омской области, но и по всей России, участвуя в данных соревнованиях, наш национальный вид спорта, в который охотно приходят заниматься маленькие дети. Большинство кубков хранятся у Саши на работе в возглавляемом Имва-Конешникова спортивном комплексе. Ну что же, поедем посмотрим. Саша, как правильно? Лаптист, лаптарь, лаптежник? Вообще нас называют лаптистами. В принципе, мы привыкли к тому, что нас называют по-всякому, но правильное произношение – это лаптисты. А часто такое бывает? Ты людям говоришь, я в лапту играю. Они тебя спрашивают, а что это такое? Ну, люди более старшего поколения, они знают, что такое лапта. Просто им приходится немножко напомнить, что она из себя представляет. Люди, которые в первый раз слышали, конечно же, им непривычно, что у нас в России есть такой вид спорта, похожий на американский бейсбол. Но, тем не менее, как бы мы горды тем, что лапта, она есть лапта, и она в России у нас. Музыка Музыка Да уж, в отличие от скромного домашнего собрания трофеев, здесь настоящий музей славы оконечниковского спорта. И в особенности лапты. Кубок за первое место чемпионата России 2013 года. Также, получается, последнее наше достижение – это чемпионат России 2019 года и кубок России 2019 года. Небольшая экскурсия по импровизированному залу славы окончена. Пора работать. Среди многих обязанностей Александра не последнее место занимает должность тренера девской секции лапты. Музыка Разминаемся. Разминаемся, молодцы. Вот так, смотри, элементарно. Вот, давай, Дениска, давай. Делаем передачку. Вот, получается, к себе поджал, сделал передачу. Точно в грудь, желательно работаем. Вот. То же самое здесь. Матюш, Матюш, стараемся. Стараемся Глебу. Глебу тоже точно в грудь. Сделаем передачку. Поймал, к себе прижал. Работаем. Все. Делаем передачу. То же самое здесь. Егор. Егор, то же самое получается. Сделал передачу к себе. Вот, можно опол, чтобы у него получиться движение. Вот, катнул, вот так вот присел, поймал мяч. Поймал мяч. Все. Работаем. Сегодня основа омской команды лаптисты из-за Канежникова. Но так было не всегда. В 90-е годы прошлого века тон задавали марьяновцы, в составе которых блистал первый в нашем регионе мастер спорта России по лапте Николай Суворов. Потом пальму первенства перехватили азовчане во главе с Павлом Экертом. Обе эти команды в разные годы становились лучшими в России. Ну, а молодые ребята учились, глядя на старших. Потом пришло время команды Оконечниковского района. Эти коллективы, плюс дружины Полтавки и Черлака, и сейчас главные конкуренты в борьбе за звание чемпионов области. И победить в такой компании, сколь сложно, столь и престижно. У нас чемпионат Омской области, он очень сильный. В том плане, что 5-6, даже 8 команд могут бороться за тройку. Конечно, за последнее время у нас появились лидеры в области. Те, которые пальму первенства, скажем так, держат. Это команды Оконечниковского района, непосредственно являясь капитаном этой команды. Команда Черлакского района, команда Азовского района, команда Марьяновского района. Но это не умаляет достоинства именно сборной. То есть это сборная, это сильнейшая из всех районов. То есть мы выбираем ту команду, которая будет реально лидером на всероссийских соревнованиях. Поэтому мы можем, еще раз повторюсь, взять одну, две, три команды вывести на чемпионат России. Просто по положению это запрещено. Поразительно то, что каждая из этих команд могла бы бороться за первые места всероссийских турниров. И это очень приятно. Большую роль в сохранении в нашем регионе лапты сыграл тот факт, что этот вид включен в программу Королевы Спорта. В Омской области 32 района, и в 25 из них развивается лапта. Есть у своей секции, команды. Это очень хороший показатель. Но с точки зрения перспектив, еще важнее то, что лапту включили также и в программу областных спортаке от школьников. Это гарантия того, что у этого вида спорта на омской земле хорошее будущее. Что же касается непосредственно сборной Омской области, то самая близкая перспектива – это чемпионаты Кубок России 2020 года. Надеемся, что сбавлять оборотов омичи не станут. Будут держать планку и готовятся к следующим турнирам. Этот вид спорта в России возрождается. В секции по всей стране приходит все больше детей, в регионах проводится все больше интересных и массовых турниров. Вот уж точно. Все новое – это порядком подзабытое старое. Яркое тому свидетельство старинное, но такая современная и актуальная – русская лапта. Вот так лапта – русская игра. Наша лапта в мире на ура. Чудо-лапта – славный предков дар. Супер-лапта – пас, прыжок, удар. Я скажу всем – лучше нет игры. Всем наставьте с давней той поры. Чудо-лапта – славный предков дар. Супер-лапта – пас, прыжок, удар. Лапта. Анастасия Кузьменко выиграла бронзу первенства России по фехтованию на саблях. В соревнованиях участвовали около 250 лучших юных российских фехтовальщиков. Амичка сумела пройти отборочный этап и добраться до решающей стадии состязаний, борьба на которой идет уже за медали. И здесь наша землячка разделила третье место с представительницей Новосибирска. Определились победители первенства региона по карате. В соревнованиях, в которых принимали участие три сотни бойцов, прошли в спортивном зале Дворца молодежи. Особенно трогательными получились поединки самых юных каратистов. Свои первые золотые награды удалось выиграть спортсменам 6-7 лет. Победителями в этой категории стали Милена Перфилова, Матвей Рыбалкин, Кирилл Каменский и Роман Яковлев. Победители старшей возрастной группы составят основу сборной региона для участия во всероссийских соревнованиях. Это все, о чем успеваем вам рассказать сегодня. До встречи на 12-м канале через неделю. Любите спорт!